Игра престолов в легком весе. Кто же станет королем бойцов и первых легковесов? Выясним. Друзья, с вами Страйкер и сегодняшнее видео будет посвящено тому, кто же станет чемпионом UFC в легком весе в случае ухода Хабиба Нурмагомедова из ММА. Погнали! Основных претендентов на корону легкого веса всего 6. Конор Таргариен из Дома Таргариенов, бывший король. Тони Баратеон, казалось бы законный король, но ему не дают шанса. Дастин Старк, вроде бы как бы был королем, а вроде и нет. Ну и еще и Дэн Ланнистер, Майкл Грейджой и Джастин Мартелл. Ладно, это такая вступительная часть для любителей Игры Престолов, а теперь все же поговорим по порядку. В данный момент мы имеем три самые логичные пары, которые можно назвать даже неким Гран-при в легком весе. Дастин Парье против Конора Макгрегора. Но судя по последним новостям, Дастину снова не доплачивают и может быть, что с Макгрегором подерется Гэджи. Тони Фергусон против Майкла Чендлера. Не думаю, что это самый логичный вариант для Кукуя. Даже бой с тем же Хукером или Оливейрой смотрится лучше, но что есть, то есть. И остается Джастин Гэджи против Дэна Хукера. Опять же, если с Парье не произойдет что-нибудь странное. Окей, кто же из всех этих ребят имеет больше всего шансов на корону в легком весе? Если вам будет интересно, друзья, мы можем разобрать все эти бои максимально подробно, поделив их на отдельные видео. Просто поставьте лайк и отпишитесь в комментариях, что вам это интересно. Хабиба Нурмагомедова пока что не лишают титула чемпиона в легком весе. С чем это связано? Ну, понятно с чем. Главы UFC все еще верят в то, что Нурмагомедов может вернуться хотя бы для одного боя. И инфекция, которую подхватил Ислам Махачев, может этому поспособствовать. Потому что сам Хабиб хотел, чтобы Ислам сменил его. Но после этого случая с большой долей вероятности Махачева отбросят в титульной гонке. Окей, давайте представим, что Нурмагомедов все-таки ушел. Все, титул локантный, и нам нужно выявить претендентов, которые разыграют пояс между собой. Если бы я отвечал за проведение боев в UFC, то я бы без колебаний объявил поединок, который хотят увидеть миллионы фанатов. Конор Макгрегор против Тони Фергюсона за титул в легком весе. И ничего придумывать не нужно. Почему этот бой? Потому что гребаный Фергюсон давно заслужил титульник. 12 побед подряд и ни единого шанса подраться за пояс. К черту это дерьмо с Гэджи. Тони спас турнир тогда, приняв этот ненужный бой. Проявите ему капельку уважения. Но все-таки я не матчмейкер, поэтому с большой долей вероятности Макгрегор встретится с Парье или Гэджи. Но эти бои 100% не будут титульными, а чисто претендентскими. Сейчас я выскажу свое мнение, которое я открыто озвучивал неоднократно. Я думаю, что Конор проедется как и по Дастину, так и по Джастину. Это два самых легких поединка для Макгрегора в легком весе. Скорее всего, некоторые будут с этим не согласны, и я не буду спорить. Готов даже выслушать ваше мнение в комментариях. Но мое мнение. Конор проходит в полуфинал Гран-при без каких-либо проблем. Да, шансы есть у всех. Победит он его? Нет. А что будет в поединке Фергусина и Чендлера? Если я буду разбирать эту встречу, я детально рассмотрю и другие поединки Майкла, чтобы иметь более развернутое представление о его стиле и фишках во время боя. Но не думаю, что мое мнение сильно изменится. Я думаю, что Тони превратит жизнь Чендлера Ватт. Я думаю, что это будет легальное убийство, и Фергусин проедется по Майклу Катком. Единственное, что может смутить, если бой будет три раунда. Там я не знаю, как Тони себя покажет, ведь у него медленный старт. И не надо говорить про бой с Гэджи. Мы говорим про обычные бои Кукуя, и они выглядят именно таким образом. Медленный старт, а затем разрывание на куски. Тони, скорее всего, проходит полуфинал. И еще один бой. Дэна Хукера и Джессина Гэджи. Нужно снова же более подробно разобрать эту встречу. Но думаю, что Хукеру не отдают должного уважения. Мое мнение, у него неплохие шансы на победу в этом поединке. Да, Гэджи хорош, очень хорош. Но у Дэна крепкая челюсть, он принимает тяжелые удары и идет вперед. И единственное поражение нокаутом ему нанес Эдсен Барбоза, уничтожив его корпус. Будет ли Гэджи отбивать корпус? Скорее всего, нет. Но Джастин после каждого поражения делает определенные выводы. Поэтому с минимальным преимуществом могу дать 51 на 49 в пользу хайлайта. Но если Хукер победит, я не буду сильно удивлен. Проходит дальше Конор, Тони и Гэджи. Кто разыграет титул и подерется, как минимум, за временный пояс? Конечно, в один голос можно закричать, что, конечно, Макгрегор и Фергюсон должны подраться, если пройдут своих противников. Но есть вероятность, что Тони снова опрокинут с титульником. И это очень печально. Я думаю, что, скорее всего, будет еще одна пара, которая будет участвовать в титульной гонке. Чарльз Оливейра идет на серии из семи побед к ряду. И, скорее всего, он встретится против победителя пары. Фелдер Досанис. Да, Пол уже выигрывал Чарльза. Но прошло уже немало времени с этого боя. Поэтому думаю, что реванш имеет смысл. Мое мнение, что с кем бы не встретился Оливейра, скорее всего, он пройдет дальше. Могу железобетонно сказать, что бразилец не подерется с Макгрегором, только если бой не будет носить титульный характер. Остается Гэджи и Фергюсон. С кем будет бой? Я не знаю, я уже сказал выше, что может произойти. Но давайте представим, что все идеально, и Оливейра встретится с Гэджи. Конор подерется с Тони. И если Хабиб все-таки освободит титул, то будет логично разыграть его между этими двумя. Но даже если не освободит, то минимум за временный пояс. Короче, как бы ни сложилась сетка бойцов, скорее всего, с вероятностью где-то 90%, чемпионом станет Конор Макгрегор. Все из топ-5 для него более-менее удобные. Единственный, кто мог его победить, и победил, был Хабиб Нурмагомедов. Всех остальных Макгрегор должен проходить без проблем. Все из топа пропускают кучу ударов в минуту. Просто посмотрите на статистику. Посмотрите последние бои этих парней. Я ничего не придумываю. Я говорю факты, и что нам нужно ожидать. Если легковесу будут продолжать принимать удары лицом, Конор пройдется по всем. И возможен даже реванш, который станет весьма логичным в случае успеха Макгрегора. Но у меня есть еще одно замечание. Я думаю, что Ирландец пройдет всех без проблем. Всех, кроме одного бойца. Я не знаю, что вселилось в Тони в поединке с Гэджи. Но он схавал абсолютно все жесточайшие панчи Джастина. И продолжал идти вперед. Если Конор не будет уважать возможность Фергусона держать удар и будет искать досрочный финиш, то Кукуй может воспользоваться тактикой Нейта и просто измотать Конора. После чего финишировать сабмишеном. Это из таких замечаний, на которые нужно обратить внимание. Но это нужно смотреть уже в бою. Но я не могу не спросить у вас кое-что. Как думаете, что было бы, если бы Тони не исполнялась в феврале уже 37 лет? Что было бы, будь Фергусон такого же возраста, как все легковесы? Если бы ему было 31-32 года, как всем остальным? Можете поставить видео на паузу, подумать и написать свой вариант в комментариях. Мое мнение. Легкий вес был бы залит кровью. Катманам пришлось бы поднять зарплату. Потому что им нужно было работать 24 на 7 над сечками легковесов. Но Тони, к нашему большому сожалению, уже под 40. Никогда в истории легкого веса такого не было. Чтобы боец в таком возрасте занимал первые позиции. Фергусон феномен. И я не удивлюсь, если он шокирует мир нереальным камбэком. Но если трезво оценивать ситуацию. И даже не брать в учет мою личную симпатию и так далее. Конор Макгрегор станет новым чемпионом UFC в легком весе. В случае освобождения титула Хабибом Нурмагомедовым. Я оставлю статистику, которую я увидел в замечательном паблике Ночь в клетке. Ссылка в описании. И вы поймете, почему мне такое мнение. Зрелищный стиль станет для легковесов приговором. И Ирландец заберет титул чемпиона. После чего, я надеюсь, мы увидим реванш. Если вы не согласны с моим мнением. И вы считаете, что кто-то другой станет чемпионом. И вообще, я переоцениваю Конора. Милости прошу в комментарии. В первый час отвечаю абсолютно всем. Друзья, почему вы не подписываетесь на мой инстаграм? Завтра вот на права сдаю. И уже, скорее всего, пригоню свою машину домой. Кстати, свою первую машину. Фотка уже есть в инсте, поэтому давайте. Жду. И, кстати, там еще куча другого интересного. Прямые эфиры, мемы различные, мои реакции. Короче, все как надо. Жду вашей подписки. Ну что же, друзья, на этом наше видео подходит к концу. Если ролик вам понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Пол. И вы были на канале TheStriker MMA. До скорых встреч, дорогие друзья. Увидимся в следующих видео.